Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимая, с вами Дмитрий. Сегодня я, как всегда, покажу вам самые страшные и жуткие видео. Если готовы, тогда погнали. Друзья, не забывайте также подписываться на мой рутюб канал, ссылка, как всегда, будет в описании, плюс там будут продолжения роликов. А следующее фото было отправлено пользователем Magical Tetch, автора Slap at Ham. Не так давно этот пользователь Reddit совершал экскурсию по историческому складу Union Depot в Канзас-Сити. Осматривая историческую собственность, построенную в 1878 году, они сделали серию фотографий в память об этом дне. Всё казалось совершенно нормальным, пока они не просмотрели один из снимков. На фото вы можете увидеть двигатель старого лифта. Поначалу очень сложно заметить, что же такого странного в этом фото. Но как только вы это увидите, у вас обязательно побегут мурашки по коже. Если мы увеличим левую часть фотографии, из соседней комнаты выглянет то, что выглядит как жуткое серое лицо с горящими глазами. Как только автор фотографий заметил лицо, они побежали обратно в комнату, чтобы попытаться посмотреть, что это может быть. Однако они обнаружили, что комната закрыта от широкой публики толстым листом тёмного стекла. Это означает, что в комнате никого не было, и никто бы физически не смог высунуть голову из-за угла. Так может быть, это призрак, снятый на камеру? Прямо по дороге и тесно связанным с Union Depot находится ещё одно историческое место, которое, по мнению некоторых, является самым посещаемым призраками зданием в Канзас-Сити. Union Station открыла свои двери впервые в 1914 году и быстро превратилась в оживлённый транспортный узел. В течение многих лет пассажиры и персонал клялись, что видели призрачные фигуры, плавающие по станции. Некоторые говорят, что видели, как женщина прыгнула на рельсы прямо перед проходящим поездом. Но когда они поспешили её найти, там никого не было. Кроме того, там регулярно можно увидеть странные силуэты мужчин и женщин, одетых в одежду начала 20 века. Опять же, когда имущество обыскивают, там никого нет. И, конечно же, люди говорят, что зал регулярно наполняется музыкой неизвестного происхождения. Так действительно ли в Канзас-Сити обитают призраки? Может ли он быть наполнен энергией и духом граждан ушедшей эпохи? Учитывая многочисленные рассказы, фотографии, а теперь ещё и это жуткое фото из Union Depot, безусловно, всё это заставляет задуматься, не происходит ли там чего-то паранормального. А это классическое видео-призрак, которое бродит по интернету аж с 2006 года. Оно было загружено Полом Сперл на YouTube всего через год после его запуска. Пол говорит, что решил пойти поснимать в лесу около своего дома после того, как услышал слухи о появлении призрака. И смотрите, как он исследует этот тёмный лес. Когда он ходит среди деревьев, происходит вот что. Явление слишком короткое, и поначалу его сложно, может быть, увидеть. Но если сделать видео ярче и замедлить его, то можно увидеть фигуру, идущую справа налево. Выглядит как сгорбленный человек, одетый в плащ или халат. Странно, но что бы это ни было, кажется, оно исчезает. Но автор не смог найти никаких следов того, что там было. В течение многих лет люди кадр за кадром анализировали это видео, но никто не смог окончательно объяснить это наблюдение. И как это часто бывает с такими роликами, паранормальное сообщество разделилось на две части. Некоторые говорят, что это просто сообщник, в то время как другие, внимательно изучив отснятый материал, утверждают, что это реально. Так вы видели эти кадры раньше, что думаете, это розыгрыш или реальный призрак? Дайте мне знать ваши мысли, напишите комментарии. Вот ещё несколько странных кадров, только уже с неизвестными объектами в небе. Клим был загружен в инстаграм пользователя MoonanSweet Universe. Взгляните на то, что было тогда замечено. Это наблюдение происходит в Мексике. Несколько зрителей изумлённо наблюдают за кое-чем странным. Несколько объектов спускаются с неба и приземляются в океане. Если присмотреться, первый объект заставляет дым или пар вырываться из-под поверхности воды. Странно, но два других объекта, которые врезаются в воду, не вызывают никакого пара или дыма. Хотя возможно, что это мог быть космический мусор, падающий на Землю, во многих комментариях предполагалось, что это был инопланетный корабль, приземлившийся в океане. Несколько комментаторов объяснили, что по их мнению, в наших океанах по всему миру прячутся секретные базы пришельцев. Однако это не новая теория, так как многие энтузиасты на Лоплетт полагают, что инопланетяне могли жить в наших океанах уже довольно давно. Ещё в 2014 году по бережью Малибу в Калифорнии была замечена серия странных огней. Вскоре после наблюдения, ABC 7 News взяли интервью у эксперта по паранормальным явлениям Джимми Черча, который утверждает, что нашёл причину странных огней в небе. Так что это может стать для нас самым главным открытием за два с половиной десятилетия. Используя спутниковые снимки, Джордж обнаружил странные объекты о вальной форме. Находится он в водах побережья Пойнт-Дьюм-Малибу. Он считает, что это может быть какая-то инопланетная база, тайно скрывающаяся где-то в шести милях от побережья Калифорнии. Это первый случай в уфологии или в такого рода науке паранормальных явлениях, когда мы так близко к тому, чтобы действительно что-то найти. А вы верите в инопланетян? Если да, то как вы думаете, не здесь ли они прячутся? И вообще, могут ли они прятаться в секретных подводных базах? Дайте мне знать о своих мыслях в комментариях. Следующее видео очень страшное, и то, что я собираюсь показать, снято ребёнком. И правда, то, что вы увидите дальше, действительно жутко. А теперь смотрите внимательно. Этот ребёнок нашёл свою маму, лежащую посреди коридора своего дома. Мать неожиданно встаёт и начинает странность себя вести. Также обратите внимание на то, что её лицо и голос полностью меняются. Голос звучит неестественно, а лицо также выглядит ужасно. Это явно травмирует психику ребёнка. Вы только посмотрите. Как вы думаете, что же произошло на этих кадрах? Мать этого ребёнка контролируется злым существом? Или это что-то другое? Напишите свои мысли в комментариях. Друзья, вторую часть этого видео вы увидите по ссылке в описании. Это была первая часть видео. Вторую часть смотрите по ссылке в описании с самой первой строкой.